здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о том как можно разбудить старые семена повысить их всхожесть потому что очень многих накопились большие запасы семян приходишь в магазин там огромнейший выбор и не знаешь на чем остановиться еще и старые запасы есть а все равно прикупишь что-то новенькое а может быть это лучше а может быть это интереснее ну и вот у меня точно также получилось смотрите сколько семян это балконные семена или те которые можно выращивать дома на окошечке они невысокие компактные кустики которые хорошо завязывают плоды и в домашних условиях а уж у кого есть хороший балкон лоджия но нет сада и хочется каких-то помидорок вот это как раз такой случай я вам назову сейчас сорта вообще говоря их очень-очень много и здесь это я выбрала из тех семян что у меня вот дома хранились красное изобилие вот такой томатик балконное чудо здесь покрупнее даже плодики можно прям коктейльные такие собирать пинокио очень хорошо известные сорты и прекрасные о нем отзывы мегабайт странные названия но в общем то это тоже очень обильный сорт и дальше еще бонсай и вот эти помидорки можно сеять уже начиная с января чтобы где-то весной в марте апреле у вас были собственные помидорки и так как же мы с вами будем поступать вообще говоря существует несколько способов того как повысить схожесть семян я в других сюжетах расскажу просто сейчас все в один ролик не буду лепить чтобы он длинным очень не был мы сегодня будем использовать фитоспорин дорогие друзья я очень давно с ним работаю мне он очень нравится это вот такая палочка-выручалочка она должна быть всегда у вас под рукой и у меня этих фитоспоринов несколько обычно свежие семена которые вы купили например этого года сбора ну или хотя бы которые у вас пролежали всего год они сходят вот таким способом как я вам сейчас покажу буквально на третий день поверьте а эти семена у меня знаете здесь какого года вот здесь до 19 года вот этот до 18 года это тоже 19 18 ну и вот даже до 17 вот давайте-ка мы с ним и поработаем даже интересно будет теперь давайте поговорим о самих фитоспоринах они бывают разные вот это у меня фитоспорин универсальный он в пасти она такая бывает плотная как шоколадка а бывает как очень очень густая сметана дальше вот такой тоже фитоспорин универсальный в порошке здесь серенький порошок нормы там все даны вот с порошком вообще очень понятно берешь там пол чайной ложки на литр воды как здесь написано и разводишь эту водичку надо дать постоять чтобы активизировались бактерии и можно поливать растение или вот замачивать семена я делаю больше норму особенно для обеззараживания семян я в два раза норму эту больше беру чем написано на упаковке то есть чайную ложку я развожу на литр воды это совершенно не опасно для семян бактерии только пользу вашим семенам будут оказывать так что вот имеется пожалуйста в виду я рассказываю свой опыт как я поступаю дальше вот есть адресные такие фитоспорины это в данном случае фитоспорин томаты видите у меня разорванный пакетик и вот фитоспорин капуста еще есть фитоспорин огурцы и это вот для разных культур там немножечко микроэлементы добавлены разные которые тоже будут стимулировать разные культуры а так по сути дела если вот у вас например нет фитоспорина томаты пожалуйста пользуйтесь фитоспорином капуста там для обеззараживания самое главное действующее вещество это бациллосубтилис вот это вот полезная бактерия ну и если разбудить семена мне больше нравится все таки фитоспорин из пасты но этим фитоспорином тоже можно пользоваться потому что мы сейчас будем замачивать вот эти семена и я предлагаю замачивать именно фитоспорине до момента прорастания то есть вот не замочил промыл и потом убрал еще в какую-то чистую тряпочку да а прямо до прорастания оставлять в этом фитоспорине я делаю так много раз уже и все замечательно получается и так смотрите дорогие друзья вот такая паста вот кусочки да вы видите я ее закладываю просто вот сюда в эту бутылочку и норму можно пополам брать то есть вот вы отделили от этой упаковки тут упаковка 100 граммов и отделили от этой упаковки получилось 50 грамм значит и водички берите в два раза меньше это получается всего 100 граммов воды вот и мы это сейчас зальем кипяченой водой и у нас будет стоять вот как раз у меня тут пол пачки было паста у меня сильно пересохла уже она старенькая у меня уже такая да но это ничего страшного потому что срок годности у нее еще не вышел здесь просто бактерию нас таком спящем состоянии вы ставите это куда-то в теплое место то есть ну просто комнатной температуры и вот видите уже как пошло быстро растворение то есть срок годности как я сказала там у этого фитоспорина не истек он нормальный и можно им пользоваться теперь вот как мы сейчас будем делать я положу сюда семена мы вот так их высыпаем просто на тряпочку произвольно они у нас там ложатся и дальше мы зальем раствором фитоспорина мы сейчас сделаем с вами растворчик смотрите вот этот маточный раствор этого фитоспорина это получится у нас тоже самое с вами и здесь такая же была концентрация просто здесь его больше и смотрите сколько мы этого фитоспорина сейчас нальем здесь тоже все нормы даны вот на этой упаковочке от пасты да и там каплями буквально если это стакан у вас воды несколько капелек ну я вот говорю что я чуть чуть больше делаю вот вот так вот смотрите получается цвет чайной заварки я почему не акцентируя внимание именно на дозах чтобы вы свободнее чувствовали себя с этим фитоспорином и не боялись его применять и сложности здесь никаких нет вот многих страшит приготовление всех этих растворов там соблюдение вот норм и так далее если вы фитоспорин передозируйте хоть в 20 раз ничего страшного не будет поверьте даже производители сами советуют если у вас растение уже явно заболело да а какая-нибудь черная ножка у вас в посевах приключилась то вот этот фитоспорин разводите в 10 даже в 20 раз круче и вот местечко это проливайте где у вас очаг вот этой черной ножки то есть у вас не вся рассада же сразу поляжет да а вот одна какая-то рассадинка ее чайной ложечкой аккуратненько оттуда уберите вот такого крутого фитоспорина туда налейте присыпать можно песочком там или чем-то какой-то свеженькой землей и вот проливать этим фитоспорином дальше потом постоянно раствор у нас получился как я говорю вот цвета чайной заварки и мы его сюда на тряпочку просто-напросто наливаем вот чтобы не растеклись у нас не разбежались семена мы с вами вот так их прикроем наливаем вот этот фитоспорин надо его немножечко здесь так чтобы тряпочка только намокла и излишки мы потом сейчас с вами сольем сливаем излишки и накрываем нашу емкость крышечкой у меня вот стандартная какая-то крышечка да и стандартная вот эта емкость если у вас ничего такого под рукой нет можно блюдечко просто любой и в пакетик его поставить это блюдце для чего пакет то просто чтобы не было испарение а дальше дорогие друзья вот опять же для ускоренного прорастания мы ставим это все на батарею как ставим на батарею берем полотенчика сворачиваем можно даже еще и побольше свернуть смотря какие у вас батареи да и вот таким образом ставим на батарею и периодически проверяем потому что если свежие семена действительно они всходят на третий день а дальше начинается настолько быстрый рост что вот если проворонить там все корешочки ваши перепутаются уже даже зелененькие листочки появляются то есть вот как на упаковках пишут иногда что семена прорастает на 5-6 день человек вот новичок посел вот так замочил да и не смотрит там шесть дней потом открывает а там вот уже лес буквально вырос вот такой тоже бывает дорогие друзья я обязательно покажу что у нас получилось с этими семенами и потом можно будет даже их посеять так что берите вот такие семена если у кого-то есть балконные томатики если у кого-то есть обычные томаты например для грунта для теплиц но они старые вот пожалуйста вам один из способов то что эти семена пролежат у нас до проращивания фитоспорения так как раз будет стимулятором то что в этом фитоспорении есть гуминовые вещества они тоже являются стимуляторами но и как я уже сказала то что над ними поработают бактерии это тоже будут хорошие такие воздействия и наши семена обязательно прорастут не выбрасывайте их ни в коем случае попробуйте а вот говорят а если вот у нас не прорастут эти семена мы займем какое-то время дорогие друзья а вот сейчас например еще не поздно сеять семена хоть в феврале месяце вы этим будете заниматься и кто слишком рано начинает выращивать помидорки вот совершает большую ошибку так что если у вас не получилось со старыми семенами ничего страшного не расстраивайтесь 5-6-7 дней пройдет если вы увидите что эти семена у вас не зашли вы просто возьмете свежие другие семена и не опоздаете я свои томатики сею всегда после 8 марта не раньше а в прошлом году сеяла даже в 20 числах марта у меня все получилось у меня хороший урожай помидорок вся теплица стоит увешанной так что наверное я имею право давать вам какие-то советы спрашивайте если что-то осталось непонятно ну и будем наблюдать за нашими томатиками